Всем привет! Сегодня я покажу вам свои инструменты для маникюра, которыми я пользуюсь и которые мне нравятся. Ножничкам уже больше года и пуше уже около полугода, а кусочки у меня появились недавно. Это инструменты фирмы Stalix, сделаны они из закаленной медицинской стали. Топорик очень хорошо счищает птериги, а сторона с пушером отодвигает кутикулу. Если сравнивать мой первый пушер и пушер от Stalix, то тут хорошо видно, что у плохого инструмента неровная линия внизу, нет правильной заточки и инструмент сильно поцарапан, а на стороне пушера идет заточка не в ту сторону. Этот инструмент нужен мне всегда независимо от того, какой вид маникюра я делаю. Ножничками я удаляю кутикулы в классическом маникюре и в комбинированном. Длина режущей части в них 21 миллиметр. Кстати, все инструменты Stalix ручной заточки. Это кусачки для кожи. Находятся они в чехле из натуральной кожи и в защитном пластмассовом колпачке. Полотна скреплены очень качественно, ничего не шатается. Кусачки оснащены двойной пружиной, за счет чего у них очень плавный ход. Длина режущего полотна 8 миллиметров. Кстати, кусачки очень удобно держать в руке. Вторые кусачки побольше, предназначены для укорачивания ногтей. Здесь длина режущего полотна 12 миллиметров. У этих кусачек есть специальные выемки для пальцев, за счет чего инструмент надежно фиксируется в руке. Кстати, отрезать ногти всегда нужно с запасом и остальное спиливать, так как есть вероятность, что ноготок может треснуть. Я чаще делаю комбинированный маникюр, ссылочку на это видео я оставлю в описании. Но сегодня я решила сделать классический обрезной маникюр с новыми кусачками. Вот так выглядят мои ногти через две недели после комби маникюра. Итак, сначала я придаю форму ногтям. Затем наношу ремувер и опускаю пальчики в теплую воду на 5 минут. После этого, промакивая лишнюю влагу салфеткой, отодвигаю кутикулу пушером. Лопаткой без особых усилий вычищаю птериги. Ножничками срезаю кутикулу. Стараюсь сделать это одной полосочкой. Дальше вычищаю лишнее в боковых пазухах с помощью кусачек и убираю лишнее в районе кутикулы, если это необходимо. После этого смачиваю пушер и отодвигаю еще раз кутикулу. В этот раз на нем слишком много воды. Лучше стряхнуть лишнее сразу. Вот конечный результат. Инструменты Stalix мне очень нравятся, так как у них хорошая заточка. Ее надолго хватает, а также потому, что они сделаны действительно качественно. Ссылочка и номера инструментов будут в описании под видео. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч!